Здравствуйте, дорогие родители наших маленьких деток, дошкольников и младших школьников. Прежде всего, для вас хотела бы пояснить один важный вопрос. Что у ребенка должно быть с собой в портфеле, чего не должно быть? Ну, помимо учебников, из инструментов у него должны быть два вот такие вот инструмента. Простой карандаш и простой беленький, вот он у меня такой вот, потертый, потому что здесь ластик. Карандаш должен быть максимально мягкий, как там раньше в советские времена, он был адресом. Здесь как-то по-другому, вы разберетесь, да, карандаш мягкий. Почему мягкий? Он должен очень легко стираться. Ой, вот этому инструменту, знаете, мне хотелось бы вот гимн пропеть, вот этому инструменту. Вы поверите, что этим карандашиком нужно написать от докторской диссертации до бизнес-плана огромной компании? Верите? Вот. И ничего лучше еще не придумали. Почему мы не пишем ручкой? Почему? Ручку оставьте для школы или, может быть, для домашних заданий, когда им уже пишут в поппи-буке. Ручку мы оставляем дома. Категорически не разрешается писать ручкой наших британских учебников, жутко дорогих учебников, которые, во-первых, можно продать, как секонд-хенд, во-вторых, подарить или оставить своим младшим братьям и сестрам. Ну, хорошо. Даже это, если вас не вдохновляет, то самый главный все-таки аргумент – ребенку нужно оставить право на ошибку. Вот этими двумя инструментами, вот карандашом и ластиком, он может сделать пять попыток. Мало ли, сколько раз он ошибется и столько же раз он себя исправит. Вот. А если он будет исправлять что-то там, зачеркивая, зачеркивать, понимаете, это страшная грязюка, это вообще, ну, что-то вот, ну, что-то ужасное, когда я вижу коляканье ручкой в книге. Многие аргументируют тем, что это моя, я заплатила, да, я понимаю, что ты заплатила, но даже для самого себя, пожалуйста, пользуйте карандашом и ластиком. Вот мне могут вполне задать вопрос, ну, раз такая проблема, у нас всегда проблема на уроке, хоп, нет карандаша, хоп, нет ластика. Ну, почему бы нам, откуда было, не сделать пенал общий с карандашами? Знаете, делали, сто раз уже делали. Я покупала вот прям вот, 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 вот столько карандашей, без счета даже, на вес, но они исчезали к концу дня. Ну, просто привычка карандашик убирать в портфеле, это нормальная привычка. Легче все-таки иметь каждому свой карандаш и свой ластик. Представляете, урок прерывается, а ластик, конечно, мы говорим, can I have your rubber, please, can I blow your rubber, да, how is your rubber? Вот, ну, знаете, оно там в данном случае не стоит. Все-таки лучше молча достать ластик, стереть и что-то исправить. Теперь, какие есть аналоги вот этого самого ластика и этого самого карандаша? Итак, не счесть. Вот я повзаимствовала у своих учеников вот эту прелесть. Вот. Я отдам, я сказала, что я на время сберу на прокат специально, чтобы показать вам. Вот как мы относимся вот к этим друзьям? Лично я отношусь так, что кто-то, кто-то, ну, кто-то, наверное, неспроста все это придумал. То есть вот целая промышленность работает на это, как вам сказать, модификации, над увеселением вот этих вот школьных писемных принадлежностей. Я однозначно считаю, что это глубоко скрытый такой вот вред. Почему? Ну, давайте как бы сразу увидим сами почему. Да потому что вместо того, чтобы что-то стереть, мы начинаем разглядывать вот это многообразие, потом выстраивать их в рядочек, да, начинаем и в них играть. Мы на уроке не против игры. Более того, как всегда, метод называется в игровой форме. Простите, у нас игровое содержание. Игровое содержание, а не форма, да? Вот. Мы можем играть во что угодно, в мыши, которые описаны в этих учебниках, но не тем, чем мы стираем слово «кэт». Понимаете разницу? Так. Во-вторых, вот этими ластиками можно много чего делать, но стирать очень неудобно. То есть это настолько его функция. Ой, он так сильно проигрывает вот этому самопростому собрату, но просто в разы проигрывает. Да, но это еще не все. У них есть дырочки, которые, опа, которые делают наш карандашик. Вопрос, во что они превращают карандаш? Как минимум, у нас центр тяжести смещается. Это чрезвычайно неудобно. Вот чрезвычайно неудобно. Мы просто ломаем. Мы ломаем то, что строим. А строим мы красивый почерк, умение писать. Ну, пожалуй, возглавил хип-паразм, маразм однажды вот такой приборчик. Я его не смогла, так сказать, попросить на прокат. Это было тем более в прошлом году. Одному мальчику кто-то подарил ручку, у которой на конце такая ложбиночка упругая. В нее вкладывался шарик, и можно было ей стрелять. Здорово, правда? Мы ручки еще можем и стрелять. Представляете, сколько угодно в эту ручку она пишет. Ну, то есть, вот это вот все-все-все-все-все, это не для нас. Ну, если я про ручку сказала, то я думаю, как само собой, вы поймете, что все, что касается фломастеров, что у нас там еще маркеры, фломастеры, все это не для нашего урока. Фломастер вообще опасная штука. То есть, он просачивается сквозь страницу, видим часто очень на обратной стороне. Но не говоря о том, что фломастер не стирается. И когда мы даже закрашиваем окончание, у нас, кстати, у нас светлые карандаши работают очень активно. От колорифмики, ди-ан-ми-ан-хайлайт, до пас-континиуса, когда светло-голубой, светло-желтый. Имейте в виду, это вам учитель уже будет говорить, что это называется грамматические карандашики, которые с собой берем. Ну, казалось бы, ну взял и фломастеров, голубым отвел. Не тут-то было, у тебя слово уже не читается. Ты его уже, ты слово уже как-то вот сломал, да? Нет, только светлые, простые, светлые цветные карандаши и все. Линейку можно, хотя мы очень редко ее пользуемся, ну разве что, как предметом, брызная рула. Это рула, это баба. Вот. Ну, собственно, почти все. Ну, что касается рекрандашей, можете брать их с собой, можете даже не брать. Как раз сильные я всегда ставлю на всех. Ну, можете брать, только не огромный набор, чтобы в нем можно было потеряться, потому что цвета у нас все-таки конкретные, да? То есть не какие-то там алиэкзотические. Ну и чтобы в этом огромном вашем пенале, опять же, еще раз напоминаю, не было кучи всяких фломастеров. Ну, так, давайте сразу продолжу эту тему. Как ни странно, от вот этих школьных принадлежностей до одежды. Почему не стоит одежду с какими-то весельками, штучками? Понимаете, о чем я говорю, да, о маленьких детях? Ну, очень часто одежда провоцирует ребенка отвлечься от урока. Даже тот же капюшончик. Ну, капюшон – прекрасная вещь, когда на улице прохладно, достаточно прохладно, но не настолько холодно, чтобы одеть шапку. Я сама люблю капюшон. Раз, снял надел. А представите, что такое капюшон в ног во время урока? Как говорится, если есть на сцене ружье, оно должно выстрелить. Если капюшон есть, его же надо одеть, как вы думаете, с точки зрения логики ребенка, надо. А потом надо снять, тоже надо. Вот уже пошло вот такое развлечение. Ну, и вот всякие такие прочие, вот какие-то отвлекающие вещи. Ну, то есть одежда простая, удобная, без излишеств. Без излишеств на себе, без излишеств в портфеле. Хорошо? Спасибо.